всем здравствуйте хотелось бы поделиться своими наблюдениями которые я сделал осмыслил находясь на турнире руланга рост 2019 в основном это будет касаться юниоров так как это самая основная целевая аудитория здесь очень много заинтересованных родителей тренеров в поиске ответы на вопросы как мы идем куда мы идем и что мы делаем что бросилось в глаза находясь находясь в разминочном зале в тренажерном зале наблюдая за подготовками к матчам наблюдая за тем что делают люди между матчами значит но четко сформировалась понимание того что на сегодняшний день есть основные теннисные центры силы не могу сказать что мне это сильно радует но это есть есть как есть значит бросилась в глаза эффективность работы которая делает амджи академия раньше называлась академия болитери значит трое из четырех полуфиналистов юниорского урла ангароса тренируется тренируется в академии амджи здесь я бы хотел немножко остановиться и внимательно посмотреть на этот вопрос практически все эти ребята тренируются там вместе с делегированными личными тренерами от федерации или за счет спонсоров то есть они получаются я так понимаю что получают какую-то программу подготовки там но вместе с тем сохраняют возможность индивидуального развития исходя из своих физиологических тихущих возможностей на данный момент бросилась в глаза то что какое количество специалистов от академии находилась там с ребятами это я только сказал трое из четырех на самом деле участников там восьмерки в 16 было больше и мальчиков и девочек то есть большая дружная команда я только насчитал двух или трех тренеров по фп которые постоянно проводили разминку со спортсменами значит занимались о фп целая команда как правило присутствовала на матче спортсменов но это не просто было невозможно не заметить потому что все в красивой синей форме амджи академис то есть это скажем так признак реальная системная работа и конечно же серьезного ресурса второе значит второй центр силы сформировавшийся на мой взгляд это академия мурата глу безусловно главный главный ресурс этой академии это собственно говоря большое количество кортов шикарная база достаточное количество специалистов адекватного уровня и таким образом являясь базой подготовки многих французских профессионалов лучших юниоров получается что концентрируется высокая получается высокая интенсивность профессионалов в европе и естественно значит у спортсменов и юниоров которые попадают я так понимаю видимо в какие-то перспективные группы они развиваются достаточно хорошо то есть обученные физически подготовлены это также очень заметно третье значит аргентина и в некоторой степени степени в бразилии но во первых очень высокая культура грунтовых кортов и в аргентине и в бразилии значит с аргентинцами был с ребятами и с девчонками тренер по фп с каждым индивидуальная тренера и конечно та культура уже которая сложилась десятилетиями подготовки вот этот темперамент трудолюбие огонь в глазах ребята это демонстрирует на корте мой спортсмен также играл против одного из аргентинцев и но очень приятно радует что вот это вот дух конкуренции дух борьбы умноженный на культуру тенниса сложившийся в латинской америке и значит какой-то неиссякаемый источник энергии которую у ребят у девчат вот он он реально дает результаты в бразилии также высокая культура тенниса это и google коротен конечно в первую очередь там хорошее видно ресурс сконцентрированно бразильские банки все с нашивками то есть есть достаточно ресурс для того чтобы готовить приличных игроков дальше что мне хотелось бы сказать испания учитывая грунт к культуру работы на грунте не так убедительно выглядела как я ожидал возможно это связано с тем что скорость грунта реально сейчас в париже она очень высокая то есть у юниоров на тренировочных матчах розыгрыши два-три удара и это скажем так приближается больше к харду к траве нежели чем грунту скандинавия скандинавия от академии good to great было кажется четыре игрока я разговаривал с одним из тренеров магнус норман конечно в основном сидел с просматриваю матчи в авринке но вместе с тем его команда те которые рядом с ним они также приходили на матчи юниоров смотреть которые и играли которые за академии и также просматривается командная работа япония произвела я так понимаю что работа федерации произвела такое очень хорошее серьезное впечатление значит по моему двое из трех ребят которые там играли которые участвовали они также тренируются в балетере но с индивидуальными тренерами с японцами с тренерами пфп но под присмотром скажем так и в системе амж академии что хотелось бы так отметить о ребятах у японцев японка и японцы японках сумасшедшая дисциплина то есть в отличие от ну практически всех юниоров которым там были в принципе играющие ребята и девчата сидят в player lounge и делают уроки то есть для меня это я для себя с удовольствием это отметил значит по поступкам по поведению по отношению к матчам очень взрослые видимо вот это вот дисциплина высокая культура вообще в социуме в обществе накладывает такой хороший позитивный отпечаток то есть взрослость во всем в поступках глазах в действиях такие хорошие серьезные продуманные ребята и девчата также возможно связи с этим физиологически азиаты вот и японцы и потом китайцы в принципе очень зрелые то есть если еще может быть молодые все таки там 17 18 лет все таки еще молодые люди но физиологически то как уже сформировано тело достаточно взрослая то есть абсолютно спокойно тянут скорости скорости и нагрузки которые вот которые сейчас были продемонстрированы юниорами на руланга росси ну и дальше целая группа это нет сначала еще китай китай идет у меня так сложилось пищей идет путем богатых россиян 15-летней давности то есть это два тренера папа мама плюс собачка я думаю что они придут к тому что все-таки скорректируют развитие на каком-то своем уровне все-таки эти ребята такие схваткой разберутся что к чему вместе с тем я думаю что также какие японцы физиологические физические у них очень хорошая склонность к теннису они все скоростные взрывные то есть у них в принципе есть все для того чтобы реализовываться в нашем виде спорта единственным нужно то что я увидел кому-то нужно работать больше над техникой но в целом потенциал конечно огромное учитывая какое количество людей там живет и какое количество построено теннисных клубов и академий и центров думаю что в скором будущем нас скорее все что захлестнет азиатская волна в теннисе это уже просматривается дальше чеха словака болгара румына славяне я так в принципе объединил всех в одну группу потому что симптомы признаки очень схожие немножко я выделил бы все-таки чехов все-таки богатая теннисная культура большие имена высокая универсальность подготовки и все-таки они наверное где-то на пару шагов ушли вперед от нас вот тут скажем так вот восточной европы а так в целом значит что можно сказать вот по нашей общности или по скажем по восточному блоку назовем это так как правило талантливые дети как правило акселераты за счет этого они в принципе пробивается на турнир большого шлема причем это видно так и физиологически и физически даже а то то слушая то о чем они говорят в различных смыслах то есть это уже взрослые ребята акселераты вот это хорошо но к сожалению к 20 годам вот это вот ранее физическое физиологическое созревание она выравнивается и отсутствие системности в подготовке значит отсутствие системности в подготовке высокой конкурентной среде и универсальности тактической она приводит к 20 21 года к такой усредненности и в принципе я думаю что процентов 70 80 из этих ребят они в 21 22 года будут наверное потом в 23 в 24 25 скорее всего что будут проводить 90 процентов своего времени на 25 как где-то бывшем постсоветском пространстве или восточной европе вот чтобы я хотел подвести краткий ток значит что на мой взгляд подразумевают вот эти центры силы что все-таки выделяет что отличает вот этих ребят из этих топовых академий от остальных на мой взгляд серьезный отпечаток на то как они играют на то как они себя ведут и собственно говоря выигрывает накладывают отпечаток то среда в которой они формируются когда ты работаешь и растешь в той среде когда будучи топовым юниором посмотрев на один корт слева посмотрев на коры на второй код справа ты понимаешь что здесь тренируются люди до которых тебе еще очень длинная дорога этот финалисты победитель турниров большого слева взрослых это не дает тебе расслабляться ты тянешься за ними ты стоишь с ними бок о бок в тренажерном зале ты видишь работу которую они делают ты видишь тот effort те усилия которые не прикладывают в конечном итоге у тебя формируется понимание того что реально стоит стать профессионалом стать топовым игроком к сожалению наши страны вот эти осколки бывшего советского союза то что я вижу я пока не вижу предпосылок для того чтобы наши самые талантливые дети формировались в той среде которая организовалась на данный момент почему на мой взгляд хорошая некая хорошая версия советская централизованная система подготовки в каком-то новом виде могла бы место быть как раз для создания этой среды высоко конкурентная среда взаимодействие между тренерами обмен информацией и как следствие рост мастерства опережающими темпами то есть то что я увидел те ребята которые были в полуфиналах которые играли там финалы это по сути это готовы профессионалы то есть просто захватывает дух когда 17 18 летние ребята готовятся к матчу но я для себя подчеркивал многое из той работы которые с удовольствием буду применять все в работе это уже сегодня делают и видно что для них это не в номинку это они делают не только здесь на ронга россии они уже выросли в этой работе они сформировались и от их возможности в будущем захватывает дух единственный момент который мне был бы интересен как тренер посмотреть это взгляд их тренеров на развивающие режимы работы потому что одно дело это работа на стабилизацию баланса реакцию это все важнейшая качество современном теннисе вместе с тем непосредственно основная канва тенниса она складывается и из других компонентов и было бы интересно посмотреть что они делают у меня есть свои проверенные проверенные методы свои значит наработанные схемы больше конечно с профессионалами но вместе с тем любопытно было находиться на этом роланга россии так что вот такая информация я надеюсь что она будет любопытно интересно и полезно тем из которые идут в этом путешествии в этом увлекательном приключении под названием теннис поэтому моим дорогим попутчикам удачи надеюсь был полезным следите за обновлениями есть мысли есть идеи постараюсь активизироваться удачи до свидания